Изображают там сцены библейские, всякие там распятия, там тайны вечеря, евангелическая баптистская церковь, интересно, так думаю, надо же. Но не для почитания, не для поклонения, а вот именно как раз вот так вот, иллюстративно, да? Так вот, друзья, продолжаем тему, история христианства, история Восточной Церкви. Так вот, и запомнили, да, друзья, 754-го года собор, который действительно по даже нормам канонического права, вот, с полного основания можно назвать именно седьмым вселенским, по-настоящему-то. Вот, но после смерти Константина Львовича, как говорится, да, вот, и были еще другие императоры, но они не так сильно продолжали, ну, продолжалась еще реформация, некоторое время продолжалась. Но затем к власти пришла одна женщина, которая императрицей стала, которая заняла позицию контрреформаторскую. Она была почитательницей икон, вот, и очень страшная женщина вообще, вот, реально страшная женщина. Вот, и ее звали Ирина, императрица, вот, и императрица Ирина, она, как о ней мягче-то сказать-то, ну, вот, наподобие была, вот, наподобие той императрицы Феодоры, которая, вот, жена Юстиниана императора, а, я же вам не говорил, да, о ней, ну, вот, тот самый император, который построил, вот, собственно, собор, да, значит, тот Софийский в Константинополе, в Стамбуле, который канонизировал царское самодержавие, как помазанное Богом, да, значит, и, в общем-то, цесарепопизм узаконил, как канон церковный такой, к сожалению, да, было дело. Так вот, его жена Феодора у Юстиниана, еще это, я возвращаюсь чуть назад, в шестое столетие, жена Юстиниана, императрица Феодора, вот, она была вот тоже, да, вот, действительно, как вот, некое воплощение такое, странно, но себя ловишь на мысли, что, да, действительно, как некое воплощение вот той вот Иезавели ветхозаветной, только уже в новозаветную эпоху, как бы, да, в новозаветную эру, тех служителей, которые, там, евангельски мыслили и библейски как-то учили, то она их всех так или иначе репрессировала, вот, а всех вот негодных людей, совершенно негодных, да, идлопоклонников там и прочих, она вот как раз продвигала вперед, вот, вот, и она была жутко антисемиткой, и вот эти обычаи, эти вот с куличами, это же все как раз вот этой Феодоры, то есть той самой, да, вот, традиции эти вот, да, такие не очень красивые, вот, а уже после реформации византийской Ирина была вот, как вот, по сути, продолжательницей вот дела Феодорина, Феодоры той самой, вот, вот, и Ирина царица, она пришла к власти каким образом? Ее муж скончался, вот, ну, подозревают ее в убийстве, но мы не знаем точно, то есть, есть, это как бы на уровне слухов лишь, но то, что известно доподлинно, что после смерти мужа, ну, последующие события просто косвенно подтверждают, что это именно она была, собственно, как бы, да, да, может не самой убийцы, но кто организовал все, потому что она после смерти мужа резко поменяла правление, своего сына она казнила, наследника престола, притом публично, собственноручно выколола ему глаза, закованного в железо сына, и приказала живьем его, ослепленным, да, таким живьем, замуровать в стене замка этого дворца, вот, жуткая казнь византийская такая, да, но она была проделана над ее сыном, с ее решения, да, это было ее решение, очень жестоко была женщина, коварная, вот, и была страшной антисемиткой также, вот, евреям до нее в Византии жилось хорошо, особенно со времен, ну, как раз Льва и Савр, это, собственно, после нее, да, и во время ее правления всем оставшимся, кто там оставался, евреям, пришлось просто-напросто покинуть империю, потому что она была, ну, рьяной такой антисемиткой, да, Вадим, по-своему, она видела в нем угрозу, что он молодой человек, он уже, он становился совершеннолетним, и он, как раз, должен был стать императором, она не хотела никому, даже сыну своему передавать власть, она хотела сама править безудержно, тем более, что она была, как это сейчас говорят, ну, не той ориентацией, как бы, да, она своего сына ненавидела, она родила его, она с мужем жила-то против воли своей, и, по сути, это, как бы, значит, ее выдали замуж, она, у нее другие были увлечения, как бы, вот, даже такого сексуального плана, как бы, то есть, ее резиденция была на острове Лесбос, где она проводила свои, вот, увеселения с этими, у нее была целая, как бы, команда этих, что ли, как назвать это, кормились с ее стола, вот эти ее подруги, вот, любовницы, значит, да, да, и, вот, значит, и, в общем-то, вот, у нее совершенно другие были воззрения, она сочетала в себе жестокость, коварство, распутство такое, и, значит, и иконопочитание, к тому же, то есть, вообще, как бы, у нее... Антихрист в юбке, да? Как? Антихрист в юбке, по-моему? Да, да, довольно такая, серьезная такая, антихрист в юбке, точно, да, можно так назвать ее исторически, кстати, да, даже неверующие историки, там, в шоке, там, когда читаешь порой о ней высказывания, там, да, на самом деле, да, в ней сочеталось очень многое все такого нехорошего, ну, наверное, что-то и хорошее было в ней, не знаю, но, по крайней мере, то, что вот я вот назвал, это иллюстрирует ее, и своего сына казнила она единственное за что лишь, что она, ну, вообще с детства ненавидела его, вот, значит, но и как раз он уже остановился властителем, правителем, и он еще, видимо, что-то там по молодости не так сказал, что, мол, отстранит ее от дел и отправит ее в ее резиденцию, в изгнание, на Лесбос туда, чтобы она там жила уже, а она не хотела, она хотела быть при дворце, она хотела быть очень такая, ну, как бы, амбициозная женщина, значит, и сама хотела править, и, в общем-то, сын поплатился, да, на самом деле, вот он, она его приказала заковать в железо, судили его при ней, ну, без закона совершенно, она выколола ему глаза, представьте, вообще, ну, сыну своему, да, представьте, это вообще ужас, вот, и приказала замуровать его живьем в стене, то есть, а это значит, что она некоторые дни, недели даже, возможно, она могла слышать его стоны, там, крики какие-то, будучи, сына своего замурованного в стене живьем, представьте, вообще, ну, это, это даже, ну, психологический портрет вот этой императрицы, он, конечно, да, это еще не все, если вы все вам рассказываете, вам, в основном, уши завянут, вот, что она вытворяла у себя во дворце, дело в том, что, вот, обычно у нас, когда о римских императорах говорят, что-то такое, такое жуткое, то вспоминают Нерона императора, так вот, историки, современники писали, что даже самые злые времена Нерона, они блекнут в сравнению с временем императрицы Ирины, то есть, тот разврат, распутство, которое царило в империи, при ней легализация публичных домов, значит, там, значит, повсеместно, педофилии, значит, вот эта вот мужская проституция, значит, это все, по сути, вот, ее Феодора, и Феодора перед тем, а вот потом и Ирины. Ну, в общем-то, Феодора начинала еще в шестом столетии, жена того самого Юстиниана императора, которую я упомянул сегодня уже, просто Феодора, она, значит, была сама, как говорится, да, из, ну, она была проституткой раньше, одним словом, работала, да, и, значит, и император Юстиниан, он вначале был один из ее клиентов, как бы, вот, а потом предложил ей неожиданно руку и сердце, вот, как бы, да, и она стала первой леди в империи, вот, и как раз весь ее антисемитизм, вся ее злоба раскрылись как раз именно, когда она была императрицей у Феодоры. И вот Ирина нечто подобное проделала в своей жизни, да, но она вот сама пришла к власти, сама держала власть, но Ирину, в принципе, ее потом свергли с престола, ее же министр, один из ее фаворитов, министр финансов, он же, Никифор, так называемый, да, он ее как раз и сверг с престола, но, правда, он отнесся к ней, потому что он был, как бы, значит, они были, ну, слишком много знали друг о друге, вот, значит, он ее не казнил, хотя настаивали люди на казни, но он ее сослал на этот остров Лесбос, где она и скончалась, собственно, где она и погребена, вот, и, значит, я когда священникам многим рассказывал, говорю, смотрите, говорю, кого вы защищаете? Дело в том, что Ирина святая официально в православной церкви, вот, значит, хотя там ничего там доброго вообще невозможно даже обнаружить, но священники обычно оправдывая, говорят так, что вот, ну, ради того, что она восстановила иконопочитание в стране, вот, ради этого грехи ее прощаются, как бы, вот, ради этого, что она восстановила иконопочитание, вот, но это очень слабая заслуга, скажу так, и, значит, и, хотя, опять-таки, некоторые историки пишут так, что о ней много злого написали плохо, значит, просто из зависти, ну, я не знаю, но даже если половина из того, что написано, это действительно имело место быть, то это персонаж весьма отвратительный, даже если половина из того, что написано, вот, современниками, притом, те, кто знали ее, вот, и, хотя Ирина, да, такая еще была, еще болотающая, да, дама, вот, именно она как раз и собрала, она заявила, что еще накануне, в 786 году еще, она заявила, что собирает собор, новый собор, который и будет седьмым вселенским собором, а канонический седьмой вселенский, 754 года, она заявила, что она не принимает, отвергает и будет добиваться, чтобы на уже новом соборе полностью, как бы, объявили его неканоничным, значит, и, что новый собор, она заявила, что он должен восстановить иконопочитание, это было в 786 еще году, она пыталась сделать в первый раз, ничего у нее не получилось изначально, в 786 не получилось, почему, потому что там такой Майдан начался, там вся столица вышла на улицы, протестуя против, вот, возвращения в этот омут иконопочитания, вот, и она послала, ну, армию солдат своих, значит, чтобы солдаты, ну, чтобы армия разогнала народ, а армия отказалась выполнять ее приказ, представьте, все, то есть, ну, как бы, все, казалось бы, да, закончилось ее правление, но она была хитрющая до ужаса, она тут же изменилась, тут же извинилась, вышла к людям, как бы, на балкон, там, значит, там, дворца, заявила и армии, и народу, что она, как бы, ну, не то, что пошутила, но забирает свои слова обратно, она передумала, что она не будет ничего, она поклялась, побожилась, что не будет трогать догматы церковные, что не будет больше, там, ничем этим подобным заниматься, что, короче, она обещала всем все, этим всем удвоить жалование, этим всем все, народу все вольную, все долги списать населению, короче, ну, язык был подвешен у нее, на самом деле, она такую речь задвинула, что, значит, народ, народ поверил ей, представьте, словоблудно, народ верит очень хорошо, вот, и, вот, набещав стрекороба, она ничего не выполнила, кстати, но удержалась у власти в тот год, и, значит, и в следующем, 787-м, она таки собрала собор, но собрала, скажу так, полулегально, неофициально, не в столице, а в провинции, опять в Никее, подальше с глаз долой, и присутствовали лишь ее епископы, в 786-м никто из епископов с ней не вышел, то есть, никто не поддержал ее власть, но она сделала следующее, тоже хитрюще, конечно, в течение года она всех епископов этих поувольняла, кого в ссылку, кого еще, состряпали кучу дел всяких, вот, нашли всякие там скелеты в шкафу, у кого, а кого просто сослали, ну, не то, что сослали, благовидно, вот, надо, мол, туда, к варварам, куда-то отправить на миссию, одним словом, подальше от столицы отправила всех епископов, вот, значит, кого посадила, посадить, посадила, кого разжаловать, разжаловала, кого отправила далеко, куда Макар Терят не пас, и вот, и на их место поставила новых епископов, патриархом она поставила вообще просто чиновника, чаще всего это были чиновники, это были люди, ну, не сильно религиозные, и это были не церковные служители, однозначно, вот, она их поставила, вот, кого патриархом, кого архиепископом, кого митрополитом, вот, то есть, она, по сути, создала новый епископат, который ее поддерживал, которые финансово были все зависимы, от нее люди были, вот, это были новые люди, вот, и как раз вот именно с этими людьми, да, он, ну, вернее, она и как бы и собрала новый собор, большей частью это были ее люди, и вот на этом соборе 787 года, да, вот, как считается, было восстановлено иконопочитание, да, она заявила, что, да, значит, на соборе, что, да, снова возрождаем традицию, нарушенную, да, Львом и Савром, Константином и прочими, вот, казалось бы, все, победа иконопочитателей, но это было ненадолго, потому что вскоре министр финансов ее сверг с престола, и на радость народу все-таки столичному ее послали, в ссылку сослали туда, значит, на Лесбос, где она и скончалась впоследствии, она прожила там еще долгое время, жила там в изгнании, полностью Лесбос, весь остров был отдан ей во владение, как бы, она жила там самостоятельно, никто никого не трогала, ее не трогал никто уже, вот, и хотя слухи ходили, что она, как бы, хочет вроде снова в столицу прорваться, но, как бы, вряд ли, это, скорее всего, просто были слухи, хотя, хотя, слух слухом, а император этот на Западе, один из императоров, как же его, тоже великим прозван это, предлагал даже ей руку и сердцу, кстати, то есть, да, значит, хотел ее взять к себе в жены, интересно, была бы западной императрицей, вот, да, забыл, как же звали его император-то, тогда же, как раз, вот, был Хлодвиг Великий, потом, крещение этих западных племен, и, был, вот, во Франкфурте-на-Майне, в Ахене, ну, короче, ладно, там, на Западе рождалась новая империя, тоже с тем же названием, Священная Римская империя, и императору нужна была императрица Савдословной, породистая, и вот он хотел, как бы, предложил руку и сердце этой Ирине, как раз, вот, но Таня пошла уже, уже, замуж, она уже всякая навидалась, она была и старше его возрастом, и, как бы, и вообще, как бы, ну, ей не нужно было уже, видимо, уже идти, да, а может, она подозревала подвох, потому что она была хитроумная до ужаса, вот, подозревала подвох, потому что, возможно, тот император тоже уж не дурак, он бы понимал, что за птичку берет, вот, скорее всего, женился бы, а потом бы она бы где-то там в бане бы угорела нечаянно так, вот, да, как бы, как практиковалось в то время, вот, да, потеряли принцессу, королеву молодую, вот, ну, одним словом, опять-таки, это, так, политически всякая интрига, но касательно вопроса церковной, церковных вопросов, Никифор, став императором после Феодоры, он заявил, выйдя к народу, да, что люди добрые, как бы, не волнуйтесь, мы все возвращаем в Освояси, собор, так называемый, да, седьмой вселенский, это с горем пополам собором можно было назвать, а вселенским вообще нельзя было назвать даже, даже по регламенту этого собора, с 787 года в Никее объявляем просто недоразумением историческим, и снова возвращаемся к решениям собора канонического, правильного собора 754 года, народ ликовал, все нормально, империя возвращается на круги своя, возвращается снова к реформации, возвращается снова, вот, к процветанию, но это было ненадолго, через десятка три лет, 30-40 лет, да, все по-другому началось, опять была контрреформация, кстати, и опять она была связана с одной императрицей, тоже Феодорой, только другая уже Феодора, понятное дело, да, значит, это была Феодора, как же ее крестили-то, я уже забыл уже в истории, ну, просто Феодора, назовем ее так, значит, она сама правила, она сама, кстати, Ирина, вот, упомянутая уже не раз сегодня, да, она, чем еще шокировало население, над ней смеялись, при жизни ходили анекдоты о ней, она реально, есть исторические документы, она подписывалась мужским именем, она всегда вела себя как мужчина, и везде, и она, значит, подписывалась мужским именем, и она писала Ирин, и писала не императрица, а демонстративно подписывалась император Ирин, то есть, вообще-то, ну, это, ну, больное какое-то сознание, потому что такого не бывало никогда вообще, поэтому даже те, кто принимали от нее указы, ну, смеялись просто люди, ну, как бы, она женщина, но ведет себя как мужик, значит, и подписывается император, именно, не императрица, демонстративно, она отказывалась подписываться императрица, когда ей напоминали о ее женском происхождении, она, это было ее, как бы, ну, выводило из себя, она, это было для нее самое, ну, как бы, страшное, что можно было сделать вообще, то есть, напомните о ее женском происхождении, вот, она подписывалась именно император, именно Ирин, а не Ирина, короче, была очень такая чудная женщина, вот, своеобразная такая, да, вот, но, кстати, здесь, в Москве, неподалеку от меня, в свое время открылась реформаторская тоже православная церковь, так называемая, слышали, нет? Я был в шоке, представьте, я новости мало смотрю, а здесь несколько лет назад, значит, была такая история, представьте, я, значит, сижу себе, и краешком уха новости какие-то слушаю, московская как раз включилась, значит, да, новости московского региона, и о погоде, о природе, о чем-то еще там, ну, ерунда какая-то, и потом такая пауза, и диктор говорит, в Москве открылась реформаторская православная церковь, я чуть не упал, я все бросил бегом к телевизору, думаю, ничего себе, это ж мы только молимся еще, значит, и, а это на первый канал, пробиться, с такой новостью, так это ж вообще, кто же это такое вообще, что это такое? Я смотрю, и меня как будто бы ушатом помоев облили вообще, короче, это какая-то ЛГБТ-черч, непонятная вообще такая, назвались нашим именем, представьте, значит, да, вот, там, значит, пару священнослужителей показали, одного епископа показали, этого епископа я видел в Петербурге как-то, но я думал, его женоподобие это просто, ну, мало ли, физиологически его, как бы, ну, есть такие ребята, мужчины, я видел его, его ужимки странные такие, женские какие-то, вот, но я, честно говоря, я видел его у покойного Игоря Никитина в Петербурге на телевидении ТБН, он там с Никитином все время яшкался, вот, но я думал, что это просто, ну, мало ли, ну, как бы, я старался не осуждать его, мало ли, может, он такой физиологический человек, но не думал, что он такой распутник, оказывается, он в Москве открыл такую церковь, и самое интересное, назывался нашим именем, на первый канал просто так не дают в новостях, в вечерних новостях, чтобы такое прозвучало, ой-ой-ой, и там показали каждой твари-папари у них в церкви, значит, там, и иконы висят, значит, такие, и Ирина-царица стоит у них, как раз, ну, я даже вижу, царица Ирина стоит у них, она у них покровительница их прихода, думаю, ничего себе, думаю, а потом еще там через год, что ли, мы в Москве хотели снять там одно помещение возле Бабаевской этой фабрики, шоколадной этой, вот, хорошее место такое классное там, и с администрацией там переговоры веду, значит, ну, говорю, вот если мы снимем помещение там, проводить богослужение там раз в неделю, или два раза в неделю, и он мне спрашивает, значит, там она спрашивает, ну, там эти сидят женщины, и спрашивает, ну, а что за церковь, говорю, ну, мы православные, ну, такая реформаторская православная, и она сразу, это что, которые голубых венчают, что ли? Я говорю, да нет, говорю, это наши техники, представьте, сейчас вот скоро голосование на днях этих, да, вот, значит, и много двойников появилось, тех независимых кандидатов, вот такая же технология в религии создается, представьте себе, то есть создали в Москве нам такую антирекламу такую, значит, запустили каких-то мракобесов непонятных специально на первый канал телевидения, дали им время, вот, значит, при том интервью с ним еще, чтобы пробиться туда, ну, да такие связи иметь там вообще, ой, там, ой-ой-ой, теперь о них не слышно, но они нагадят-нагадили, и все, и в кусты, и теперь их не видно, не слышно, но вот, осадок остался, как говорится, да, вот, так что, да, и, а когда со священниками я беседовал на эту тему не раз, и московскими в том числе, про Ирину, говорю, ну, как же так, вы ее святой почитаете, иконы, и храмы в честь нее открываете, и, значит, иконы эти висят, и царица Ирина, многие женщины с именем Ирина носят ее медальончики, даже не подозревая, что они носят на себе, какую медузу-горгону носят, вот, значит, и представьте, значит, священники обычно говорят, ну, вот ради того, что она вот восстановила иконопочитание, как бы, вот, грехи ее прощаются, странная философия вообще, очень странная да, кстати, да, об Ирине тоже на русском языке очень мало информации, кроме жития святых, там, значит, там и упоминаний каких-то очень мало поэтому на английском языке или на греческом? на греческом языке они очень много написаны вот, но, опять-таки, официальная церковь и греческая Вселенский Патриархат тоже ее почитают, к сожалению, как святую, до сих пор, увы вот, альтернативной православии греческой, да, многие уже от нее отмежевались, слава Богу, но, вот, официальная Элладская Церковь Вселенского Патриархата до сих пор ее почитают, как святую, до сих пор Опять-таки, потому что она связана с иконопочитанием, понимаете ли Потому что вот ее сейчас тронь и вопросы сразу всплывут опять тысячелетней давности, вопросы Все повсплывают Это как вот операция И, приключение Шурика Когда там раз там Витцин пошел, там пипи и короче снизу горшок там вытянул и все горшки полетели Вот сейчас вопрос Ирины затронешь, какой-то еще вопрос, пару вопросов И все горшки полетят, столько много полетит всего вообще, столько много вопросов Ой-ой-ой, я думаю у населения будет очень много вопросов к церкви На которые церковь не способна будет ответить нормально, адекватно Лишь только с покаянием, да, вот действительно, да А вот так вот обычным образом не ответишь уже Только прося прощения И у Бога, и у людей И вот, интересно, что Феодора в девятом столетии, она завершила вот эту вот, как бы, контрреформацию Она пошла вот действительно очень радикально против реформации Ну, просто-напросто истребив реформаторов Павликиан, так называемых, она называла павликианами оппозицию, как бы учениками Павла Она отказывалась христиан, которые не почитают иконы, отказывалась называть христианами Опять-таки, вот все вот эти вот законы старые были обнародованы Еще Феодосия Великого, который инквизицию учинил в свое время на Востоке Она, по сути, продолжила этот процесс инквизиции именно Свыше ста тысяч человек казнило Лишь за то, что христиан Лишь за то, что они отказались целовать иконы В каждом приходе по всей Византии Она обязала поставить иконы креста Крест Богородицы Иисуса И в присутствии чиновников государственных И в присутствии светских этих властей Каждый житель империи в течение года Обязан был, 842 года Обязан был поцеловать икону, поцеловать крест Значит, поклониться им И получить специальное удостоверение Что он благонадежный, да, отныне, да, христианин Вот, государственный Благонадежный Вот, но те христиане, которые отказывались от этого То священники должны были убеждать Идеологически Если ни в какую упирается человек То предавали светским властям И сжигали на кострах Вот, если человек имел заслуги какие-то Перед церковью или государством То его не сжигали, а просто топили в воде Вот, и вот такие были казни Свыше 100 тысяч казней совершила В течение года И вот 11 марта, уже 843 года Императрице Феодоре было донесено Доложено, что все жители империи В течение года совершили акт поклонения иконам Являются благонадежными государственными христианами А всех, кто против Либо казнили, либо бежали Многие христиане, тогда как раз Новая волна началась, как раз Изгнание Вот, многие христиане целыми Общинами порой покидали Семьями своими Покидали пределы Византии И уходили Даже к мусульманам уходили Туда вот, к арабам уходили Представьте, насколько вот Даже мусульмане в то время Принимали тех христиан как гонимых Предоставляли им убежище Уходили в Китай В Казахстан снова Новая волна началась Тогда заселение Востока Древние вот эти восточные церкви Многие, Индосирийская церковь В то время она как раз Новое начало свое получила По сути Потому что новая волна началась Эммиграция Вот именно тех христиан гонимых Сколько переехало, мы не знаем Это лишь, ну Никто их не считал Вот Но Да и казненных тоже Это только официально Там, где были представители Папы Римского Николая тогдашнего Свыше 100 тысяч казней Насчитали они Вот, но Опять-таки Там, где не было представителей Папы Там, где Было дальше Там куда-то На границе Там их никто не считал Вообще казненных Так что Восточная инквизиция Она еще более суровая Даже нежели Западноевропейская В Западной Европе Принято было всегда Даже вот взять 20 век Взять немецко-фашистские концлагеря Там до одного человека подсчитано Сколько в камеру отправили газовую Сколько на растопку там Сколько туда-сюда Сколько умерло от болезней Все подсчитано До одного человека подсчитано Представляете То есть настолько они подходили к этому Вот так вот Очень щепетильно У нас Вообще Никто не считал Миллион туда, миллион сюда Вообще никакой погоды не играло Вообще Вот в Казахстане я был как раз Когда значит Между Карагандой и Астаной Вот в этой степи Мы ездили Местные пастыри Показывали мне как раз Значит Там Такая Местность Где были концлагеря Но там уже не осталось ничего Только лишь Приглядевшись Можно увидеть Некоторые там Какие-то Возвышенности Некоторые Бугры какие-то И пастырь там Сергей Серов Он сказал Что В основном только с самолета Можно увидеть Вот как бы Очертания этих лагерей Где они находились Вот Но мы были вот как раз У этих вот Мест Где лагеря находились Уже В новое время Их просто снесли полностью Все Что было Зря конечно Надо было хотя бы Один оставить Вот как вот именно Музей сделать что ли Но там От одного концлагеря Осталась одна стена Просто там воинская часть Местная воинская часть Казахской армии Она эту стену Стала использовать Как свою стену Эта воинская часть И Но так как стена Очень большая Концлагерь был Очень большой Огромный В разы превосходящий Немецко-фашистские Концлагеря Так вот И так как стена Была очень большая Частично ее разобрали А частично она осталась Нетронутой Не занятой Воинской частью Неиспользуемой И не разобранной И вот туда мы подъезжали Туда можно подъезжать И вот туда все приезжают Ее называют Местные И приезжие Называют стеной плача Вот Потому что туда приезжают И японцы И эстонцы И украинцы И белорусы Кто-то туда не приезжает Потому что там народу Погибло немерено просто Это была фабрика смерти И сам пастор Сергей Серов Рассказывал как раз Он из семьи Репрессированных просто Сам Его значит Дедушка Был как раз Молодым верующим Когда его туда повезли В этот концлагерь И он рассказывал Что его дедушка А потом его отец Были первыми Или одни из первых Песятнических Пресвитеров Тайной Неофициальной церкви Там в Казахстане Казахской ССР Вот И И в Караганде И в степях Там они собирались Значит В этих жилищах У казахов Собирались На молитву Вот Казахи их принимали В свои эти кибитки В свои эти дома Эти Юрты эти свои Потому что Эти люди Заботились о них Тоже молились за них За их больных Исцелялись Были чудеса такие Конкретные Да И поэтому Казахи Многие их Тайно Ну покровительствовали им Вот И даже Члены правительства Тогда вот Казахская АССР Или как назывался АССР Вот значит В составе Союза Советского Так вот Даже В семьях Членов правительства Были люди Которые исцелены Были по молитве Верующих Представьте себе То есть Ну как бы Ну То есть они их знали Об этих верующих Но особенно Их не преследовали Уже В более позднее время Уже Потому что Были такие вот Чудеса Конкретные Четкие Ну что люди уже Понимали Что это Бог На самом деле Среди них Действует Вот А Сергей Серов Рассказал Что его Дедушка Был первым Там как раз Вот именно Вот в степи Кто молился На языках Вот и пророчествовал Там значит Об этой степи О пробуждении Там в Казахстане Интересно Его дедушка Рассказал Что значит Их погрузили В вагоны Их грузили В Белоруссии Грузили В Украине Грузили Некоторых Грузили в Россию И потом эти вагоны Составы Соединяли вагоны Эти И потом шли в Казахстан Как бы Сцепные вагоны Такие И вот Рассказал Что настолько Было все плохо Что их не кормили Не поили по дороге Что когда В степи Поезд остановился Окончательно уже На конечную Вот И открыли вагоны То в каждом вагоне Было полно Трупов То есть люди Там поумирали От голода От жажды Вот С ума Сошедших Много было Людей Вот значит И Тут же Прям вот Высыпали Трупы И тут же Их по сути Ну не хоронили По сути Их там засыпали И слегка Засыпали землей И пешком И пешком их гнали До этого концлагеря Как фабрика смерти А фабрика смерти Это работало На полную катушку По данным КГБ Казахстана Около 50 тысяч имен Там по-моему Было восстановлено Но по Вот этой Аэрофотосъемкой Да Значит Место захоронения Предположили Что более полмиллиона Там лежит душ Представьте себе Вот значит Вот в этом овраге Вот где мы были В конце этого оврага Вот То есть Большинство было безымянных Вот такая система инквизиции Была Советская Вот И она тоже Еще отец Александр Борисов В Москве Он как раз писал Что мы Как православная церковь Мы и породили Советский Союз Потому что КГБ Оно лишь КПСС Они взяли Переняли лишь Вот эти методы Все инквизиции Какие были в царском Самодержавии Еще вот значит До самой революции 17-го года Просто Просто это Они продолжили Ну завтра Расскажу об этом Я так Наверное да Поделюсь Успею О христианстве на Руси Немного расскажу Да Тоже Так что да Вот те инквизиторы Такие как Ирина Феодора Они закладывали Основу Для будущей тирании И по сути И фашизм И коммунизм Они произрастали Не на пустом месте Не просто так С бухты-барахты И призрак коммунизма Бродил по Европе Вот Но нашел Пристанище Вот именно здесь Вот да И это неспроста Не просто совпадение Вот Молюсь о реформации Молюсь о том Чтобы действительно Да Сегодня была Реформация Ну опять таки Реформация начинается С меня С каждого из нас В отдельности Пробуждение Начается с меня С каждого из нас И в своей жизни Я испытываю реформацию Это испытал И испытываю И делюсь этим Вот Самое главное Чтобы действительно Возвращение было К первой нашей любви Если христианская церковь То Это сам Иисус Христос Действительно Наше все Он наше все Ой А в истории было много И хорошего И плохого Всего 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 навалом Пусть Бог поможет нам Разобраться Через Слово Божье Все пересмотреть И свои судьбы И Свои народы И Все происходящее сейчас И происходившее Некогда ранее Все пересмотреть Через призму Слова Божьего Потому что действительно Мы тогда Как бы Как бы глазами неба Начинаем видеть все Да Спасибо тебе Господь За все Благодарю тебя За сегодняшний день Благодарю тебя За всех братьев Сестер Благодарю тебя Господь За то что Да Вот такую тему Выстраданную Просто Действительно Да Тему Сегодня вот Донес Пусть Пусть люди Пусть и По всей земле Поется эта песня Да Тебе слава и хвала Как короб Валера пел Да Царство небесное Уже сейчас Он в небесах поет Да Иисусу слава Иисусу слава Луна и песня Над Схилом и Днепра И над всей землей Над всеми Да Полями Лесами Реками Озерами Морями Иисусу слава Иисусу слава Спасибо тебе Господь за все Благослови всех нас Отец И Прошу тебя То что ты совершил В моей судьбе Снова и снова Прошу Соверши Господь В судьбах Тысяч священнослужителей Православных Епископов Священников Диаконов Монахов Монахинь Пусть Господь Все Божи Действительно Кто сейчас ослеплены Идолопоклонством Прозреют И возряд на тебя Отвергну Всякое иконопочитание Всякое многобожие Придет пусть понимание Четкое Ясное Истинное Понимание Что Над землей всей Один Господь Иисус Христос В моей жизни Один Господь Иисус Христос Бог лишь один Во всей вселенной Иисус Господь Для всех В Его имени Для нас спасенье Иисус Господь Для всех Над землей Над землей Всей Один Господь Иисус Христос В моей жизни Один Господь Спаситель Царь Владыка Иисус Господь Да Слава Тебе Боже За все За все Благодарю Благоставляю вас Люди добрые И снова и снова Поздравляю С праздником Господним Йом Ха Кипур Да Наш Господь Иисус Он и есть Наше избавление Его кровь Святая Да Действительно Пролита За всех нас И Он Великий Первосвященник Который Вошел В самое небо За всех нас Да И 24 часа в сутки 7 дней в неделю Да Уже два тысячелетия Ходатай Нового Завета Великий Первосвященник Его кровь Сегодня омывает Нас От всякого греха Его кровь Святая Оживляет Церковь Потому что Когда христианин Какой-либо Из верующих Отдельно верующих Да Христиан Или поместная церковь Или какая-то ветвь Христианская Если теряет Понимание Откровения Божественности Крови Христа То засыхает Обескровленное Христианство Это близкое К мертвым Может состоянию Или умирает Но есть путь Спасения Переливания Крови Вливания Крови Когда это Возвращается Понимание Силы Крови Христа То оживает И христианин Оживает По местной церкви Оживает Целой ветви Христианства Я верю Сила Божьей Сила Божья На тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо свое На тебя И даст Тебе Мир Благоставляю Израиль Благоставляю Иерусалим Особенно в Йом-Кипур Сегодняшним днем Да Религиозные Иудеи Вообще постятся Этим днем Пусть Бог Благословит И даст Откровение О том Что спаситель Иешуа Машиах Иисус Христос Есть свет Просвещающий Все народы И он Есть слава Народа Своего Израиля Если первая часть Пророчества Уже фактически Исполнилась То ныне Должна исполниться И вторая часть Этого пророчества И он действительно Славой Народа Своего Израиля Да будет Аминь Йебрехеха Адонай Ве Ишмареха Яхер Адонай Панав Элейха Вихунекха Иса Адонай Панав Элейха Ве Яселеха Шалом Бешем Иешуа Хамошиах Аминь Аминь Истинна Так Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца Общение Святаго Духа Со всеми нами Аминь Да с Богом Друзья Братья Сестры Завтра Да с Бог Продолжим И завершим Этот курс Да Прошу Ваших Снова и снова Молитв Да И об издании Сборника По истории Христианства Сборник Статей Моих Потом Издание Рабочей Тетради И о проведении В Киеве Да у нас Я думаю Получится Поэтому прошу Ваших молитв И о материально Технической базе Всего этого вопроса Да Пусть Бог Благословит Вас всех Да С Богом Спасибо Благодарю Да С Богом Да Аллилуйя